Мы против насилия. Под таким названием по всей республике проводится акция, в ходе которой в махалях и учебных заведениях организовываются различные мероприятия. Лекции, беседы, психологические тренинги, юридические консультации, выставки рисунков и плакатов. Одно из таких мероприятий было организовано 6 декабря в общеобразовательной школе номер 20, на которую были приглашены учащихся разных городских школ. В гостях у ребят побывали методисты Алмалыкского городского отдела народного образования Халида Касымова и Барной Сокова и представители городского отдела внутренних дел майор Гульноза Сабриева, инспектор отдела профилактики правонарушений по работе среди женщин, и подполковник Фируза Халмедова, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних, которые накануне праздника главного закона страны Дня Конституции напомнили ребятам, что их права взяты под защиту государства. Было отмечено, что согласно Конституции Республики Узбекистан все граждане страны имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. При этом на основании статьи 25 главы 7 каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Согласно статье 26 никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому, жестокому или унижающему достоинство человека обращению. А статья 43 главы 10 утверждает, что государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законами. Отдельно докладчики разъяснили суть и значение законов о защите женщин от притеснения и насилия и о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин. А также рассказали о полномочиях органов внутренних дел в области защиты девочек и женщин от притеснения и насилия. Также представители ГУВД подробно остановились на вопросе, что такое охранный орден. Охранный ордер на государственную защиту от лиц, притесняющих женщин или совершивших в отношении них насилие, получают жертвы насилия на основании обращения пострадавших или информации, поступившей от физических или юридических лиц, в том числе распространяемой в СМИ и социальных сетях. Комитет женщин Узбекистана организовал круглосуточную бесплатную телефонную линию доверия для всей территории Узбекистана. Номер телефона доверия 1169. Также в ходе мероприятия представители ГАРАНО провели психологический тренинг и выручили грамоты победителям конкурса рисунков на тему «Мы против насилия». Кроме того, в программе духовно-просветительского мероприятия учащиеся школы выступили с музыкальными номерами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok